Всем привет, добро пожаловать снова на мой канал, спасибо за то, что снова здесь со мной. Я, как всегда, вас всех рад приветствовать, работаю с удовольствием и не устану вас благодарить за то, что вы мои самые лучшие и добрые подписчики на всем ютюбе. Настроение у меня сегодня хорошее, чувствую себя уже намного лучше, практически уже как окурчик. Немножечко гнусяого голоса сегодня еще будет, надеюсь, завтра пройдет. Также еще хочу поделиться хорошей новостью, вы все знаете, ну, по крайней мере, те, кто смотрели вчерашний ролик, я рассказывал о том, что я вчера вписался в дверь переносицей и боялся, что у меня сегодня будут фингалы, слава богу. Нет, такая маленькая небольшая шишечка и все, фингалов нет и уже прекрасно. А еще сегодня я наконец-то подстригся, боже мой, как будто, знаете, ты несколько мешков груза сбросил с себя, потому что я ходил такой же лохматый, я вам передать не могу. В общем, своих три пера роскошных я сегодня отчекрыжил, теперь хоть более-менее похож на человека стал. А еще, значит, сегодня я сидел в парке, рядом со мной подошли две девушки, даже не две, а три точнее, сидели и что-то обсуждали. Они прям рядом сели, понимаете, а я сижу в телефоне втыкаю и что-то о своем думаю, а кому-то отвечал, неважно. Они сидят разговаривают, как обычно, сели чуть ли не мне на коленки и начинают разговаривать, а куда мне деваться, что мне уши заткнуть? Но я же сижу и слышу, о чем они говорят. Я сильно так не вникал. Мой мозг каким-то чудом умеет как-то отключаться от того, что происходит вокруг и в какой-то момент включаться. Вот мой мозг включился на том моменте, когда, значит, они разговаривали о том, что якобы какой-то парень должен был уезжать из Украины во Францию. Он попрощался со своей девушкой, которая приняла решение не уезжать, что очень странно. Я еще удивился, как этот парень уедет из Украины. Думаю, ну, наверное, у него какие-то там, может быть, проблемы со здоровьем. По каким-то уважительным причинам, потому что так просто невозможно выехать. Они разговаривают, разговаривают, говорят, ты представляешь, он, значит, уехал во Францию к своим родственникам жить. Она осталась здесь, потом она все-таки подумала, решила, что тоже уедет. В итоге она тоже уехала, а потом через месяц мы решили созвониться, узнать, что у кого как дела. Оказывается, что он не поехал во Францию. Живет он в Ужгороде все это время и уже успел завести себе там новую жену. Думаю, отлично, как интересно люди пользуются ситуацией, понимаете? Как бы и смех, и грех. А на самом деле таких историй я очень много слышал. Я еще когда жил на старой квартире, я тоже стоял возле подъезда и наблюдал разговор соседа своего со своей супругой, которая уехала. Она смогла выехать, сами понимаете, женщина, можно. Как я понял в этом разговоре, что она его бросила, нашла себе там нового мужа, причем так быстро. Думаю, обалдеть вообще. А как же и в любви, и радости, и в горе, и в печали, и во всем том, что они обычно там произносят, да? Вот эти клятвы. Вот видите, не работают они, поэтому мне кажется, эти клятвы пора уже отменять. Это так, чисто поговорить. Но вообще таких историй очень много, к сожалению. Но и к счастью, видите, где-то образовываются новые пары, новые семьи, понимаете? Где-то что-то не очень, там будет очень. А возможно, это же и к лучшему. Я имею в виду то, что люди расходятся, потому что, знаете, как бывает, люди долгое время живут, их что-то раздражает, а они не могут вот этот шаг сделать. А тут вот как бы такая ситуация произошла ужасная, и как бы подтолкнула их на это. И возможно, сейчас они смогут обрести свое счастье. Я им этого, по крайней мере, всем желаю. А еще вы знаете, что моя любимая больная тема одиночества, да? Значит, я вчера разговаривал с одной своей хорошей приятельницей. Мы с ней разговаривали долго о разных темах. И каким-то образом, все-таки так плавненько вырулили вот этой теме одиночества. И, значит, она тут такую гениальную идею нам толкнула. За что ей огромное спасибо. Она, кстати, хотела запатентовать, и я ей предлагаю это все дело запатентовать. Потому что это реально очень крутая идея. Мы с ней обсуждали, как вот познакомиться с человеком, чтобы вообще, в принципе, понимать, что человек одинок, он как-то открыт к чему-то. Тема одиночества. Она говорит, было бы классно, если вот мы приходим в супермаркет, а там вот стоят вот эти вот тележки, да? И чтобы их разделить, там, предположим, там красного и зеленого цвета. То есть красного цвета берут все те, кто уже замужем, женатым, занятые люди. А зеленые тележки, как говорится, зеленый цвет берут одинокие сердца. То есть я и еще те, кто есть вот на этом канале одинокие. Кстати, давайте устроим перекличку. Хочется понять, сколько же одиноких людей на сегодняшний день находится среди подписчиков этого замечательного канала. Мне что-то подсказывает, что нас очень даже много. Как по мне, идея гениальная. Потому что вот так вот прибегаешь в магазин, совмещаешь приятное с полезным. Сразу отмечаешь для себя, да? Видишь, кто с зеленой тачкой, ну, образно говоря. И ты понимаешь, что можно, так сказать, подкатить в прямом смысле слова. И начать диалог. А то так и не понимаешь, кому можно подходить, кому нельзя. Странная вся эта ситуация. Еще, кстати, вот хочу с вами поделиться таким наблюдением. О, господи, я, как обычно, сегодня много таратурю. Такое наблюдение. Я очень часто стал замечать. Я это давно замечал, не только сейчас. А, в принципе, это всегда уже было. Что часто вот, когда я вижу пары девушки и мужчины. Там парень, девушка, мужчина, женщина. Вот почему-то женщина и девушки, я же на них обращаю внимание. Смотрю и не могу понять, почему они все время с такими какими-то тяжелыми лицами, недовольными. Как будто они в плену или их раздражают, или их заставили выйти замуж. Парень идет все время как-то там улыбается или нейтральный. Ну, как-то, знаете, а девушки все время такие хмурые, напряженные. Что-то им не нравится. Мне прям всегда хочется подойти спросить. Так в чем же дело? Объясните мне так. Мне просто любопытство распирает, что не так-то. Расскажите мне, пожалуйста. Не замечали вы этого? Ну, а те, кто замужем, дамы, рассказывайте. Вы тоже с такими лицами недовольными ходите? Или вы все-таки счастливые, улыбчивые люди? Давайте друг другу дарить улыбки. Вот я о чем говорю. Это как в отражении зеркала. Вот то, что ты показываешь, то ты и видишь. Если ты улыбаешься, и все вокруг улыбаются. Вы представляете, было бы классно, если бы как можно больше людей ходило бы и улыбалось. Нет, я не говорю о той улыбке, знаете, когда смех без причины. Это не нужно. А просто, чтобы вот действительно это от души было. Как вам мое сегодняшнее вступление? Как вам идея моей приятельницы насчет одиноких людей? Так сказать, чтобы у людей было больше шансов и возможностей подкатить кому-то прям в супермаркете. Мне это очень идея нравится. Господи, надеюсь, она не будет обижаться, что я рассказал. А то вдруг она реально собралась в ту идею воплощать, запатентовать. А я тут взял и все это раскрыл. На этом у меня вступление заканчивается. Я, как всегда, нам всем с вами желаю мирного неба над головой. Сохраняем в себе человека. Несем в этот мир только самое лучшее и позитивное. Потому что плохого и без нас уже всего несут. Давайте все-таки оставаться адекватными, добрыми, здравомыслящими, думающими людьми. Всем желаю приятного просмотра. Ну а теперь погнали по новостям. Сергей Соседов снова на связи. Если я говорю о нем, значит речь пойдет, как вы думаете о ком? Правильно, об Алле Пугачевой. Он объяснил, сможет ли кто-то стать Примадонной эстрадой после Аллы Пугачевой. Сказал, что Примадонна – это не звание, а образ, придуманный журналистами. Он напомнил, что прозвище закрепилось за Пугачевой благодаря песне с одноименным названием, посвященной Людмиле Гурченко. Также он, в пример, привел хит императрицы Ирины Аллегровой. И вот что он говорит. И теперь она везде и всюду представляема как императрица. А сама Аллегрова ненавидит это прозвище. Прозвища не передаются по наследству, как, впрочем, и звания. Они не переходят из рук в руки. Помимо Примадонны, Пугачевой еще принадлежат и другие образы – Арликина и Мадам Брошкина. Ну и со слов Соседова, все они связаны только с ней и никому не перейдут. И вот что он еще сказал. Причем Примадонна в случае с Пугачевой пишется с заглавной буквы, поскольку это именно образ. Мы никогда не называли эстрадных певиц. Это слово пришло к нам из оперного мира. Так что вот так вот нам решил все разъяснить Сергей Соседов. Любит он Аллу Пугачеву, очень любит. Ирина Отман, солистка группы Туцци. Помните еще такую группу? Я не знаю, существует она сейчас или нет. Значит, она тут рассказала недавно, как страдала вместе с другими участницами коллектива по окончанию «Фабрики звезд». Их продюсер Александр Шульгин, тот самый, который бывший Валерий, который ему тузил и лупил, не стал подписывать договор о сотрудничестве с Первым каналом по окончанию проекта и сам забросил коллектив. В итоге певицы из группы Туцци, на тот момент имеющие колоссальную популярность, сидели по домам месяцами без копейки денег. Связанные контрактами они не могли так же заработать и на стороне. Правда, самые смелые все-таки иногда колымели, потому что иногда выхода для выживания у них не было. И один раз на таком заработке застукал Отман на Камчатке Шульгин, позвонив ей и спросив, где она и что делает. И вот что она рассказывает. «Это было страшно, когда не на что тебе есть. Ты известный, а у тебя нет денег даже на метро. Я никому не могла об этом говорить». Представляете, это ужас. Я сам даже, если честно, в это не верю. Если это реально правда, это жуть. Когда ты реально популярный, казалось бы, да, и все мы представляем, что они там ту икру черную лопатами, а тут, оказывается, у людей не было денег на еду. А те вырученные деньги, которые она тогда заработала на том Колыме, полторы тысячи долларов, Шульгин заставил потратить ее на концертный костюм. После он передал свои права Дробушу, поскольку так и не придумал, что делать с этой группой. Вот такая вот история группы Тутси. Кстати, кто-то помнит ее, кто слушает? И вообще, расскажите мне, она еще существует? Пока Сергей Лазарева и многие другие звезды шоу-бизнеса страдают и переживают из-за санкций, Анна Семенович, наоборот, не то чтобы радуется, но не заметила никаких вообще изменений. Семенович считает, что западные санкции практически никак не сказались на шоу-бизнесе. По ее словам, в России по-прежнему эта отрасль себя чувствует абсолютно прекрасно. И вот что она рассказала. На днях была прекрасная премия РУ-ТВ и выступали самые топовые артисты, в том числе и мы со Славой, и пели наш дуэт «Бумеранг». Мне кажется, шоу-бизнес процветает и у нас все замечательно. Но вот видите, все же хорошо, если Анна Семенович сказала, что все отлично, и она топовый артист, вместе со Славой все, выдыхаем, живем дальше. Настуся Хмельная Волочкова все никак не уймется и снова обсуждает своего бывшего супруга Игоря Вдовина. На этот раз досталось не столь ему, как его маме, бывшей свекрови Анастейши. Оказывается, она была категорически против их союза. И вот что Настенька вещает. «Мне было совершенно не нужно налаживать отношения со свекровью». Говорила прямым текстом, что у нее и так внуков много и больше не надо. Но я ее взяла и послала. Ну, собственно, а что еще могла сделать? «Белая лебедь» — прима Большого театра на тот момент. Тут многие обратили внимание на совместный выход Мадонны и ее сына. На боксерский поединок в минувший уикенд она пришла в черном спортивном костюме, а 16-летний Дэвид Банда выбрал красное платье с вырезом из коллаборации Adidas и Gucci. К нему он подобрал украшения от Vivienne Westwood и черные кроссовки. Ну и знатоки стиля Мадонны сразу же разглядели в этом луке Дэвида цитирование одного из давних образов его знаменитой мамы. Похожее платье красное с аналогичным вырезом, тоже Adidas, она надевала на премьеру фильма «Не спящие в Сиэтле» в 1993 году. Костюм, в котором на поединок приехала сама королева поп-музыки Мадонна, также из совместной коллекции Adidas, но уже с другим фэшн-гигантом Balenciaga. Вот такие вот модные мама с сыном. Как вам образы? Давайте оценим, как вам сын в платье в красном. Вообще, как вам коллаборация? Ну, Мадонна есть Мадонна. Пол Маккартни во время своего концерта в Орландо, исполняя песню «My Valentine», запустил клип на композицию с участием Джонни Деппа и Натальи Портман. 79-летний экс-участник группы «Бейтлз» не комментировал ситуацию с судебным процессом Хёрд и Деппа, однако зрители посчитали это знаком поддержки Джонни Деппа. Я даже не знаю, что в этой новости самое лучшее – Наталья Портман вместе с Джонни Деппом или то, что я говорю про Пола Маккартни. Признавайтесь, дамы, кто сходил с ума от Пола Маккартни? Ну и пока Эмбер Хёрд где-то затаилась и в страхе ждет приговора, потому что понимает, что ей кирдык, судя по всему, Джонни Депп неожиданно появился на сцене Великобритании через два дня после заключительных аргументов в суде по делу Эмбер Хёрд против Джонни Деппа. Он отправился в Англию, чтобы выступить с Джеффом Бекком в Шеффилде. Ну и вот, собственно, можете посмотреть. Рок-звезда. Константин Ивлев похудел на 30 килограммов, ну а все, как вы понимаете, благодаря его любимой молодой супруге. Как оказалось, Ивлев худел вместе с женой, которая тоже стала следить за своим питанием. В тандеме с Валерией Куденковой шеф-повар исключил из рациона сладкие и мучные продукты. В частности, хлеб или сахар он позволяет себе только во время завтрака. После 19.00 Ивлев ограничивается тем, что, например, съедает просто два яблока. Строгой диеты Константин Ивлев придерживается в течение шести дней недели. На седьмой он вместе с супругой мог себе позволить разгрузочный день. Вот что значит любовь творит чудеса. А если эта любовь еще лет на 20-30 моложе, то тогда у тебя просто нет никакого выбора, потому что нужно худеть, чтобы, так сказать, соответствовать своей молодой прекрасной супруге. На HBO в целом иномарка Руффало, в частности, подали в суд. Оказывается, во время съемок сериала «Я знаю, что это правда», это там, где Руффало играет братьев-близнецов, у одного из которых шизофрения, случился грандиозный пожар. Съемочная площадка, по утверждению местных жителей, была больше похожа на пороховую бочку из-за керосина, мазута и других легковоспламеняющихся материалов, хранящихся на месте съемок. Из-за этого огонь с декорацией переместился в жилые районы, где пострадали дома невинных людей. В своем иске соседи говорят, что они страдали и продолжают страдать от физических и эмоциональных травм и требуют миллионы в качестве компенсации. Ну, посмотрим, удастся ли им что-то отсудить. Квентин Тарантино выпустит книгу о теории кино. Не так давно режиссер презентовал роман на основе своего фильма «Однажды в Голливуде», а сейчас стало известно, что готовится новое произведение. Книга будет сочетать в себе кинокритику, теорию кино, репортажное дело и замечательную личную историю, и посвященный фильму «Побег» и другим лентам 1970-х годов, оказавшим влияние на режиссера. На западном рынке книга выйдет в свет 25 октября. Я думаю, что все, к чему прикладывают свою руку гениальный Квентин Тарантино, обречено на успех. И думаю, книга тоже разойдется миллионными тиражами. Но я хочу с вами рассказать такую интересную историю. Вот, значит, тот самый дом, который вдохновил киношников на франшизу «Заклятие». Этот дом был продан за немаленькие полтора миллиона долларов. И у дома, построенного в XIX веке, довольно богатая история. И сейчас я вам ее коротко расскажу. Последние его владельцы приобрели особняк в 2019 году. А новой стала 58-летняя дама, которая пошла на важные условия, постановленная предыдущими хозяевами. В доме жить она не будет ради собственной безопасности. Что сказать? Приятно иметь лишних полтора миллионов на покупку недвижимости, в которой ты даже жить не будешь. Первый фильм франшизы с Патриком Уилсоном и Верой Фармигой в главных ролях увидел свет в 2013 году. Звезды сыграли исследователей паранормального Эда и Лоурейн Уорренов. Именно к ним в 70-е годы обратилась за помощью семья Перрон, члены которой столкнулись со множеством сверхъестественных происшествий именно в этом доме. Кстати, друзья, как вы считаете, действительно ли это была правда или все-таки выдуманная история? Верите ли вы в мистику? Расскажите. В общем, дом из фильма «Заклятие» продан за полтора миллиона долларов и просто стоит. Рината Литвинова рассказала, как ей живется во Франции. Как вы знаете, она в конце февраля сразу же переехала вместе со своей давней подругой Земфирой в Европу. Рината путешествовала по Европе вместе с Земфирой, но недавно вернулась в Париж, где у нее есть собственная квартира. На днях Литвинова вышла в соцсети и опубликовала фотографию в винтажном черном платье. И вот что она написала. «Пока я поживаю так. Все равно ношу винтажные кутюрные платья. Еще я жду, когда мне начнет шить что-то моя дочь в силу ее будущей профессии». 20-летняя дочь Ринаты Литвиновой Ульяна учится в университете в Бельгии. Ну и судя по всему, я так понимаю, что это будущий дизайнер кутюрье. Посмотрим, как вам Рината Литвинова в таком образе. Тут поступила интересная информация. Поговаривают, что все-таки вечерний Ургант возвращается. По крайней мере на этом видео радостные Саша Гудков и Алла Михеева встретились в Останкино. То ли пришли на очередные переговоры с Эрнстом, то ли реально новые выпуски снимать. Пока что непонятно. А может быть просто пришли за трудовыми книжками. Но знаете, как для последнего варианта, то слишком счастливые. Вообще поговаривают, что там якобы студию разобрали. Первый канал это все опровергает. Эрнстом лично за него вписывается, за Ваню Урганта. Поэтому возможно передача возобновится, только непонятно когда. Ну и по этому поводу тут же высказался Тигран Киасаян. И вот что он сказал. «Почему вам плюют в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на первом канале выйдет вечерний Ургант снова. Это будет попытка. На свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит вечерний Ургант. А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но еще и масса других людей. Я уверен в этом. Потому что это не плевок для какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах. Ну а я им так понимаю, что он имел в виду и свою любимую супругу». Карен Шахназаров не поддержал выходку Маргариты Симонян, но и не осудил ее. Режиссер считает, что каждый вправе говорить то, что думает. Интересная мысль. Речь идет, как вы понимаете, о том самом скандале, когда Маргарита Симонян начала на федеральном канале говорить, что Галкин гей, который женился на старой женщине ради собственной выгоды. И вот как прокомментировал всю эту историю Карен Шахназаров, который, кстати, вот буквально вчера побывал на интервью Ксении Анатольевны Собчак. Ну, по крайней мере, вчера вышел выпуск. Кто смотрел, делитесь своими комментариями. Прямая цитата. «Я вообще не понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина. Он хороший артист. Я к нему лояльно отношусь. Но шума чересчур. У Симонян на все личное мнение. Она имеет полное право высказываться. Это не значит, что вы должны соглашаться. Мне, например, все это не близко. Я никогда не прибегал к подобному. Но с другой стороны, у человека есть своя позиция. Ну вот, видите, Карен Шахназаров сказал, что у каждого есть своя позиция. Поэтому не нужно потом мне говорить, что я тоже что-то вам там сказал, а вам это не понравилось. У меня тоже есть своя позиция. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Ой, а посмотрите, кто тут у нас на первом канале, значит, вернулся. Блудный сын вернулся. Александр Васильев. Вот это вот было неожиданно мне его увидеть. Первый канал пригласил на программу сегодня вечером экс-ведущего модного приговора Александра Васильева, который, как вы знаете, публично осудил все то, что делает сейчас Россия. Написал покаянное письмо властям Литвы, гражданином которой он является больше 20 лет. И поэтому для меня, честно признаюсь, это что-то непонятное. Я не знаю, в честь чего его пригласили на Первый канал. Я думал, что ему теперь все. Дорога закрыта. Но, как видите, нет. А может быть, там глядишь и вернется в модный приговор. Как вы думаете? Я так послушал небольшой фрагмент. Они там обсуждали, кто что любит кушать. Это очень интересно. Кажется, я начинаю понимать Станислава Садальского. Я, честно признаюсь, не смотрю передачу. Но, кстати, я читал многие отзывы ваши. Тех, кто обожает Цискоридзе. И все писали как один. Что Николай Цискоридзе был всегда прекрасным, интересным человеком, когда он был гостем на интервью. Но, как ведущий, никому он не заходит. Кто смотрел передачу, делитесь своими комментариями. А мы двигаемся дальше. А это Брис Уиллис. Был впервые замечен после объявления о своем диагнозе и уходе из кино. Выглядит он прекрасно. Я надеюсь, что с ним все в порядке. Я напомню, что у него афазия, в результате которой постепенно поражаются все языковые способности. Человек не может говорить, понимать, читать и писать. Надеюсь, что это не скоро еще его настигнет. Пусть поживет на пенсии хорошей, нормальной жизнью и проведет время со своей любящей его семьей. Посетитель парижского Лувра бросил тортом в картину Леонардо да Винчи Джокондо «Мона Лиза». Картина не пострадала, так как находилась за защитным стеклом. Мужчина был в парике и на инвалидной коляске. Он с нее встал. Его вывела охрана, естественно. Со ссылкой на очевидца сообщают, что своими действиями мужчина пытался привлечь внимание к экологическим проблемам. Вот такая вот очередная история произошла с этой легендарной картиной, которая там стоит, наверное, уже миллиарды. Каждый сходит с ума по-своему. На прошлой неделе Кристина Арбакайте отметила свой день рождения. На праздничный концерт в Кроку Сити Холл она позвала своих родных, близких, друзей, ну и само собой поклонников своего творчества. Пугачевой, понятное дело, там не было. Ну и, собственно, из-за этого началось. Мать и дочь больше не общаются. Вот такие вот заголовки. Люди начали это все писать, СМИ подхватили и, в общем, понеслась. Пугачева не поздравила ее также еще на своей странице в Инстаграме. И это еще больше заставило думать многих, что так и да. Они не общаются. Ну а все оказалось намного проще. У них есть уговор, что они не втягивают друг друга в публичные скандалы, чтобы не мешать в работе друг другу. И поэтому Кристина спокойно себе дает концерты и все у нее хорошо. Но есть некий еще и мистер Инкогнито, который прокомментировал эту ситуацию. Вот что он сказал. Пусть никто не переживает. Конечно же, Алла Пугачева поздравила свою дочку с днем рождения. Просто сделала она это приватно. Не надо нагнетать и без того непростую ситуацию провоцировать конфликт. Я с ним абсолютно согласен. А СМИ только дай повод. Ну и еще такая странная новость насчет Аллы Пугачевой. Вот такая вот надпись появилась буквально недавно на здании телецентра Останкина. Не знаю, какой Али там идет речь, но судя по всему, про Аллу Пугачеву. Там написали, Алла, хорошо, что ты убежала. Что еще они придумают, я не знаю. Вы видите, Пугачева не дает никому покоя. Как бы там, кто бы ни кричал, ни рассказывал. Она никому не интересна, не нужна. Посмотрите, каждый день по 150 новостей только ей посвящают. Видимо, многих задел ее отъезд все-таки. А Бородина оправдалась за попытку обосноваться в другой стране. Напомню, она приобрела не так давно апартаменты в Арабских Эмиратах и теперь является резидентом. И имеет полное право проживать без визы там 3 года. После чего, конечно же, само собой, она может продлевать и пользоваться банками и платежными системами. Тем самым, как вы понимаете, у нее все будет в порядке. Квартира оценивается в 18 миллионов. Ну и вот, собственно, ее комментарии. Это не бегство из России. Я люблю свою родину. И это никак не связано с нынешней ситуацией. Просто момент подошел. Мы часто летаем на море. Плюс это хорошая инвестиция. Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить. Сами понимаете, если наличные будут просто лежать в сейфе, ничего хорошего это не принесет. Меня с детства учили вкладывать в недвижимость. Да и по характеру я коробочка, которая любит все собирать. Ну, как по мне, во-первых, она могла бы не отчитываться. Во-вторых, Ксения, мы прекрасно понимаем, что ты любишь родину. Кому ты будешь нужна где-то там в другой стране. Где ты будешь зарабатывать деньги. Наталочка Королева в честь своего дня рождения, напомню, у нее сегодня, 31 марта, ей исполнилось 49 лет, выпустила тут недавно клип на песню «Дельфина-русалка». Угу. Новая композиция имеет такое же название, как и ее тот главный хит, который она когда-то исполняла вместе с экс-супругом Игорем Николаевым. Но тексты, музыка уже другие. А вот название все тоже. Ну и к тому же Королева привлекла для нового дуэта своего сынулю Архипа Глушко, который решил, как вы поняли, строить карьеру на сцене, а мама ему в этом, естественно, помогает. Кстати, хотел у вас спросить, а насколько для вас интересен, как артист Архип, видите ли вы в нем какой-то потенциал, харизму? Интересен вам этот человек или нет? Спрашиваю абсолютно искренне, без всякого стеба и подводных камней. Мне интересно ваше мнение. Релиз песни состоялся еще в прошлом году, ну а вот только вот теперь дошла очередь и до клипа. Ну и главным героем ролика, как вы понимаете, стал ее сын в роли Дельфина, ну а Наталочка Королева уже 49-летняя русалочка. Ну а теперь поговорим о главном скандале, который тут недавно произошел. Любонька Успенская разошлась просто как не знаю кто. Избила соседскую собаку. А то, как она себя вела, то, как она разговаривала, честно говоря, я был в шоке. Я вам видео чуть позже включу. Значит, она прогуливалась по поселку вместе с дочерью и своим Йорком. Как вдруг из ниоткуда якобы вылетел французский бульдожка и чуть не растерзал собачку Успенской и заодно еще ее ногу. Вообще, как по мне, то я знаю, что такие истории могут быть. Потому что собачки, я сам видел, они часто друг на друга там могут набрасываться. Это понятное дело, поэтому многим людям лучше держать их на поводке. Но я не думаю, что там прям французский бульдог прям разорвал бы и Любовь всех. Но суть не в этом. Успенская устроила скандал соседке. И рассказала ей, что та и проститутка. И на букву Б ее назвала. И вообще, что она должна ходить на морднике. И сейчас она всем позвонит и все порешает. Короче, я слушал этот монолог ее. Я был в ужасе. Давайте, послушайте сначала монолог. Самой Любовь Успенской. Вот, видите, все это снималось на телефон. Смотрим. Дальше я продолжу. Здесь же вот люди приличные, а ты же снимаешь квартиру, открываешь двери твои. Я что делаю? Меня чуть-чуть закрызла, моя собачка. Ты тварь. Я тебя уничтожу, ты поняла? Сейчас ты полиция, я тебя арестую. Ты поняла? Ты сниму. Слушай, ну зачем вы так общаетесь? Снимай, знаешь, кого? А зачем вы так общаетесь? Снимай собак. Потому что мою собаку чуть-чуть загрызла вашу тварь. И мою ногу упустила. И я тоже тварь. Я не знаю, кто ты вообще. А я не видно, что ты, блядь. Слушай, животное. Алло. Почему вы так себя ведете-то? Непонятно. Снимай, с ним. Теперь открытая, без уборки. Французский бульдог в намотке. Нет, свободно бегай. На участке, на нашем балахаске. На своем участке бегают спокойно с собакой. У нас балахаска, она уже уехала. Хаски уже летут. Два маленьких французских бульдога ее съели. Да кто вас укусил в одном чём? Покажите, покажите, что у вас укус есть. Нет, подождите. Ну и Любанька, естественно, после этого видео выложила оправдательное полотно у себя на странице в инстаграме. Сейчас я вам зачитаю, что же она там рассказала. Дорогие друзья, этот пост, честно признаюсь, я пишу без желания, потому что надо. Сейчас не то время, чтобы забивать людям голову своими бытовыми неприятностями. Неправильно это. Но мне звонят в СМИ, просят прокомментировать ситуацию. Ситуация такая. 2 мая я гуляла с дочерью. А, это было 2 мая. 2 мая я гуляла с дочерью Таней и своей маленькой собакой-йоршским терьером Джуни в коттеджном посёлке, в котором мы живём. На мою собачку напали собаки-соседки, арендующие дом напротив нашего. В итоге, одна из них покусала меня, когда я вступилась за свою собачку, попытавшись их отогнать. На замечание, что за собаками надо следить, выгуливать на морднике и на поводке, а не отпускать бегать по посёлку и нападать на людей. Хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно. Устроила ссору, начала меня провоцировать. Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, была возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я об этом всём думаю. В посёлке эта дама, как выяснилось, не на хорошем счету. На неё неоднократно жаловались жильцы. По поводу укусов я незамедлительно обратилась к врачу. В полицию тоже дала знать. Все бумаги у меня на руках. Также мой адвокат Елена Сенина связалась с собственницей дома, которая проживает в США. Видимо, понимая, что я могу дать ход делу, владелица собак ничего иного не придумала, как обратиться к гражданину Добровинскому, который ранее до декабря 2021 года был адвокатом. Но был лишён этого статуса из-за поведения в ситуации с Михаилом Ефремовым за нарушение кодекса профессиональной этики адвоката. Добровинский вчера вечером мне написал, не хочу ли я решить этот вопрос мирно. О чём речь? Я разве не поступила уже мирно месяц назад, не дав хода инциденту? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки. За что? Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак? Что я такого сделала? Гуляла с дочерью и двухкилограммовым пёсиком на поводке по улице. Вот такое вот пост-полотно от Любовь Успенской. Надеюсь, вы там не заснули. В общем, как вы понимаете, скоро в эфирах Первого канала. Пусть говорят. Ожидайте разборки Любовь Успенской и её соседки. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Ну и марафон под названием «Звёзды в метро» продолжается, если это так можно назвать. Тоже мне ещё звезда. На этот раз под землю спустился Дава и просит, чтобы к нему подходили фотографироваться. Я даже не знаю, как это всё комментировать. Елена Блиновская. Видите, как приучает звёзд к метро? Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на безденежьи звёзд. Художник осудил российских знаменитостей, которые жалуются на нехватку средств. И вот что он говорит. «Не надо говорить, мои песни никто не слушает, концерты не проводят. А я ведь певец. Спой так, чтобы людям хотелось тебя увидеть, услышать и купить для этого билет на твой концерт». Также Сафронов сказал, что его друзья Геннадий Хазанов, Фёдор Добронравов, Лев Лещенко и Владимир Винокур не жалуются на отсутствие денег, так как активно работают и выступают по всей стране. Никас Сафронов считает, что жалуются только те знаменитости, которые живут одним днём. А им нужно на пике популярности откладывать деньги на трудные времена, кладывать в недвижимость и привлекать подписчиков. Алена Блин тут поделилась историей, которая касается Наргиз и её депортации. Значит, вот это когда была премьера РУ-ТВ. Там Алена Блин встретила Виктора Дробыша, который поделился вот этими всеми новостями вокруг изгнания из России Наргиз. Виктор Дробыш сказал, что она его очень сильно подставила. Наргиз сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась заработать денег. Также устроила истерику в аэропорту Домодедово, откуда её депортировали. Оказывается, Наргиз не хотела уезжать, но, как видите, она сделала громкие заявления. Ну и, собственно, после чего её выпроводили из страны и не пустили в Россию. Хотя сама Наргиз опровергает эту информацию. В общем, я не знаю, где правда, разбирайтесь, давайте. А мы двигаемся дальше. Татьяна Брухунова, которая, как говорит, никогда не следит за прессой, вновь удивляется заголовком в поисковике. И вот, собственно, выкладывает пост, где посвящают ей новые заголовки. Мне вообще очень нравится. Они кричат, что они не читают газет, не читают о себе ничего и выкладывают у себя же это всё в Инстаграме. Ох, Татьяна Брухунова, конечно, смешная дамочка однозначно. Ну и посмотрите на новую фотографию от Павла Прилучного. Вот это вот, конечно, мужчина влюбился. Весь Инстаграм закидал фотографиями с отдыха со своей новой взлюбленной. Всё-таки, мне кажется, это не пиар. Всё-таки у них это всё по-настоящему. Ну и, как говорится, слава Богу, дай Бог. Ирина Федышин, украинская певица, оказалась в центре скандала после своих гомофобных высказываний. Уже который день не утихают ссоры между певицей и звёздными защитниками ЛГБТ-сообщества. После слов Ирины Федышин, что ЛГБТ – это большой грех, на неё обрушилась волна хейта, которой она, очевидно, не ожидала. В частности, Меловин, певец, являющийся членом ЛГБТ-сообщества, обозвал Ирину Федышин дурой и вспомнил её грехи. Она, естественно, не стала ждать с ответом и тут же ему решила всё объяснить. Она объяснила, что не осуждает ни одного человека, она лишь высказала своё мнение о ЛГБТ. Как она призналась, ей просто неприятно общаться на такие темы. Но если тебе неприятно на такие темы общаться, можно же просто сказать, я не хочу об этом говорить, и всё, мне же она сказала, что это плохо, что это одно, и вообще, ну и, собственно, началось. И вот что она говорит. Вы требуете толерантность к себе, но унижаете человека, у которого другое мнение. Гомосексуализм – это тяжкий грех. Нравится вам это или не нравится. Научитесь быть толерантными с людьми, которые так считают и руководствуются Библией в жизни. Ой, обожаю я, как люди начинают Библии прикрываться. Ну и также Ирина Федышин отреагировала на хейт от тиктокера Олега Машуковского. Это украинский популярный тиктокер, который тоже гей, который решил высмеять маленького сына артистки, изобразив его представителем ЛГБТ-сообщества в будущем. Он показал мальчика через 15 лет, одетого в розовый наряд, с хвостиком на голове на фоне ЛГБТ-парада. Казалось бы, 21 век, тема ЛГБТ уже себя исчерпала, но, как видите, нет. Страсти на тему ЛГБТ все никак не утихают, и даже в Украине, как можете вы видеть. Я сейчас думаю, и сейчас многие подписчики такие сидят, а кто такая Ирина Федышин? Это, кстати, очень популярная певица в Украине. Давайте расширять кругозор. Ну и тут странная новость появилась о том, что, оказывается, ходило много слухов о романе Киркорова и Кате Гусевой. Напомню, это диджей. Она рассказала, почему не вышла замуж за Филиппа, а, видимо, очень собиралась. По словам Гусевой, она очень ждала от Киркорова предложения выйти замуж. Однако король эстрады был непостоянен в выборе женщин, из-за этого их пара не дошла до ЗАГСа. Оказывается, у них там был роман. Верите вы в этот роман или нет? Вообще, это, конечно, очень смешно и грустно одновременно. Я, с одной стороны, по-человечески могу понять Киркорова, потому что я понимаю, где он находится. Жить в гомофобном обществе, при этом быть очень популярным человеком, это очень сложно, понимаете? Приходится играть. И вот человек доигрался, заигрался, и посмотрите, что сейчас с ним происходит. Я думаю, что вот эта вот вся его жизнь, которую он транслирует, это не от того, что он такой счастливый человек. Всё это потому, что он несчастен и он одинок. Потому что он не может себе позволить жить так, как Рикки Мартин, как Элтон Джонн. Спокойно появляться на раутах, на всех светских тусовках со своим любимым мужем. Ему приходится всё время изображать вот эти вот псевдороманы, как и Баскову и всем остальным. И это очень грустно. Это очень сильно бьёт по психике. И вот, собственно, мы видим то, что мы видим. Киркоров свихнулся. Это чисто моя позиция, моё субъективное мнение, с которым вы, конечно, можете не соглашаться. Я хочу послушать вашу точку зрения. Комментируйте. И на этом новости из мира шоу-бизнеса всё. И у нас ещё и с вами есть, конечно, на закуску, на десерт. Самое приятное. Рубрика хороших, добрых новостей. Но перед тем, как мы к ней перейдём, я ещё раз хочу всем напомнить, что просмотр видео от начала до конца – это очень важно. До сих пор, после всех моих просьб, после того, что я уже неоднократно прошу вас это сделать, до сих пор статистика не улучшается. Я вас хочу ещё раз попросить, друзья, пожалуйста, смотрите ролики от начала до конца, потому что мне нужна ваша поддержка. Я очень вас прошу. А всем, кто это делает, вы самые лучшие. Спасибо вам за это. А не то мне придётся убрать тайм-коды, чтобы вам просто пришлось смотреть ролики от начала до конца. Ну ладно, ладно, расслабьтесь, не буду я делать таких пакостей ни в коем случае. Ну и, конечно, проверьте, что вы подписаны на этот канал, а если до сих пор ещё нет, то я не знаю, чего вы ждёте. Подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему весёлому, к нашему доброму, адекватному комьюнити. Ну а теперь переходим к рубрике хороших, добрых новостей. Какое трогательное, милое, душевное видео. На этом видео вы можете наблюдать самого внимательного и трепетного воспитателя. Вот он весь перед вами во всей своей крысе. Такому пёсику легко можно доверить 10 малышей. Теперь вы знаете, кому обращаться на случай, если не с кем оставить ребёнка или своих птенчиков. Вот, пожалуйста, собачка контролирует утятка и милота. Настоящее чудо произошло. Впервые за 17 лет на свет появился детёныш редкого красного волка. Пока что он спит в обнимку с любимой мамой и много ест. Это большая редкость не только для родителей, но и для специалистов. Во всём мире осталось всего, внимание, 15 особей данного вида. Представляете? И впервые за 17 лет появилась вот эта вот малышка. Дай бог, чтобы не последняя. И ещё одно весёлое трогательное видео, которое вам обязательно поднимет настроение. Ещё один пёсик присоединился к уличному музыканту и спел свою партию на отлично. А у всех, кстати, так было, что иногда не можешь пройти мимо живой музыки. Я, кстати, всегда останавливаюсь, но не подпеваю. Но этот четверолапый не удержался и начал подпевать музыканту. Своим пением он привлёк прохожих и устроил настоящее представление. Как говорится, талантливый пёс талантлив во всём. И тем самым помог ещё и приумножить заработок уличного музыканта. Найда, собака, которая едва не умерла от голода, но выжила и даже устроилась на работу. Зоозащитникам из Черкасс позвонили неравнодушно и сообщили о собаке, которая сидит на цепи и подвергается насилию хозяев. Найда терпела издевательства, защищая своих щенят. Специалисты ежедневно навещали овчарку, чтобы та начала им доверять. Спустя месяц Найду вместе с щенятами перевезли в приют. Малышей пристроили в новые семьи. А на Найду положили глаз спасателя. Оказалось, что хвостатая обожает плавать и нырять. И тогда её устроили на работу с собакой-водолазом. Сейчас она обучается спасению на воде, но уже отлично умеет прыгать за спасательным кругом и вытаскивать его на берег. Желаю ей успехов. И самое главное, вот ещё одна история, которая нам доказывает, что любовь творит чудеса. Она сначала не подпускала и обижалась. А теперь видите вместе. Индюшка присоединилась к похоронной процессии. Арлингтонское кладбище является не только местом, где похоронены известные люди, но и домом для диких животных. На территории почти в 260 гектаров можно встретить койотов, бурундуков, олени, белок и иногда диких индеек. Вот, собственно, одна из них решила присоединиться. У одного из пернатых появилось необычное хобби – участвовать в похоронных процессиях. Индюшка ведёт себя очень вежливо, тихо следует за процессией и никогда не прерывает церемонию. Вот что значит «гуляю, где хочу». Зато не так грустно всем будет. А это весёлое видео, где собачка обхитрила маленькую девочку очень эмоционально. Щенок отвлёк малышку и украл её леденец. А потом, махая хвостиком, гордо убежал. Ну, а девочка, конечно, расплакалась, потому что она маленькая, но не переживайте, её родители дали ещё одну конфетку. Женщина спасла свою дочь от медвежонка, который забрёл к ним во двор. Девочка вышла навстречу косолапому, чтобы погладить его. Она громко крикнула «Это Мишка!» и её мама быстро прибежала. Женщина схватила чада на руки и забежала в дом. Спасательница рассказала, что она испугалась не за детёныша-хищника, а скорее опасалась того, что рядом могла бродить медведица. Она бы точно не оценила новое знакомство своего малыша. Слава богу, всё прошло замечательно. Малыш тоже ушёл и ребёнок не пострадал. На этом видео ему всего час от роду. Ягнёнок редкой карликовой породы Уэссон не так давно родился у чёрной овцы и белого барана. Малыш для мамы не первенец, она родительница со стажем, поэтому сразу ловко стала обращаться с новорождённым. Но такого бойкого и активного непоседа у неё ещё точно не было. Ну а мы с вами любим наблюдать рождение новых жизней. Бедную чайку с открытым переломом спасла женщина. Зоозащитница обнаружила умирающую чайку в луже. Оказалось, что у пернатой было сломано крыло. До приезда девушки птицы кто-то пытался уже помочь, обмотав рану салфетками и картоном. Первая помощь усугубила положение чайки и счёт шёл на минуты. Беднягу отвезли в ветеринарную клинику. Врачам не удалось сохранить крыло птицы, но зато удалось сохранить её жизнь. У чайки, понятное дело, пока что шок и посттравматический стресс. За чайкой будут присматривать профессионалы, так что вернуться в дикую природу она уже не сможет. Но самое главное, что она будет в надёжных руках. И ещё одна спасённая жизнь. На этот раз пернатая. И на этой прекрасной позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Мой нос меня уже достал. Я надеюсь, что завтра я буду уже в полном порядке. Потому что записывать видео, когда у тебя постоянно закладывает нос, это ещё то удовольствие. Но, как видите, я всё равно работаю. Я всё равно работаю, друзья. Оцените это, пожалуйста. Оцените это в виде своих лайков и поддержки. Кто чем может, друзья, пожалуйста, поддерживайте. Напоминаю, что также можно поддерживать спонсорством. Можно прям на канале. Можно любым удобным для вас способом. Есть PayPal, есть карта. Swift переводы, Monegram переводы. Всё это работает. Можете прям не утруждаться и прям на YouTube канале стать спонсором этого канала. В общем, как угодно. Друзья, кто имеет желание, кто имеет возможность, я вам буду искренне благодарен. А всем остальным, пожалуйста, если вы не можете помочь финансово, то хотя бы просто смотрите ролики от начала до конца. И, конечно, ставьте лайки, поддерживайте в это нелёгкое время меня, для того, чтобы я и дальше мог работать и радовать вас каждый день. Всем огромное спасибо от всей души. Обнимаю, шлю вам воздушные поцелуи. Хочу вас всех к себе крепко прижать, чтобы вам стало хорошо. Представьте, что я это делаю. Помните, что мы с вами люди. Давайте ими оставаться всегда. Услышимся завтра. Пока-пока.